И всем привет! Вы на канале Видовоид Гейминг, меня зовут Александр. Сегодня у нас внеплановый видос по топовым кораблям Modern Warships. На выходных вышло обновление, и моя личка просто разорвалась от требований сделать быстрее видос на обнову. Но, ребятки, честное слово, я не любитель зачитывать патчноуты на камеру, так что, кому интересно, бегом быстрее в ВКонтакт, Фейсбук, Дискорд, смотреть там этот патчноут, что там добавили, что убавили и так далее. Мы же сегодня просто посмотрим самые горячие новинки. Это именно два новых корабля, новая карта и куча новых модулей. Погнали смотреть. Первая новиночка, это, конечно же, Агайю с целыми пятью ракетными слотами и двумя торпедами. Просто кошмарное количество урона эта малышка будет выдавать за свои 20 миллионов баксов. По сравнению с Донским мы немного подороже, но и ракет у нас побольше. Я думаю, это равноценный обмен деньги на ракеты. А вот с прочностью все намного сложнее. Всего лишь 140 тысяч в максимальной прокачке на третьем тире. Это очень скромный показатель и тащить за эту лодочку будет гораздо сложнее, чем на том же самом Донском. Помогать нам будут вот эти вот засранцы. А именно новые ракеты, которыми можно стрелять из-под воды. Представляете? Дождались наконец-то, да. Кстати, замка у них нету, так что можно их в магазине купить и на какого-нибудь Донского поставить. По эффективности пока ничего сказать не могу. Вижу только урон, что тридцатка. Это не прокачанные. В принципе, их можно сейчас прокачать и посмотреть, чем они будут отличаться. Давайте купим печенек и сделаем это. И вот что у меня получилось. Урона 38, если еще одну печеньку закинуть, то будет 39. Дальность 25, но это неинтересно. Перезарядка 12 секунд, боеприпасов 15 штук. То есть теперь можно боеприпас скачать, это на выведение. То есть по стоку 10, по максимуму 15. Довольно-таки неплохо. Ну и естественно, все эти ракетки нужно будет получше потестить. Также у нас появились новые торпеды Марк 48 для третьего тира. Разница такая же, как приблизительно на втором тире. То есть урон немного поменьше, зато скорость больше, дальность выше. Перезарядка быстрее, боеприпасов больше. То есть более удобные, чем 533 обычные. Нужно тоже опять-таки же тестить и выделить самые-самые лучшие. Ну и конечно же, самый главный парень на деревне. С-минец с большой буквы «Э» долгожданный лидер. Кстати, по характеристикам ничего сверхъестественного. Средняя прочность, хорошая динамика. А вот модуль уже вкусный. Давайте посмотрим. Целых три ракетных слота. Это уже какой-то крейсер, блин, получается. По канону стоят новые С-500 Прометей. Хорошо стреляет и по воздуху, и по земле. Держат в страхе всю авиацию. А вот по кораблям урона маловато. Вылетает с одного залпа 12 тысяч. Для третьего тира это очень скромно. И с этим нужно что-то делать. Что-то более приземистое. Поставить, допустим, гранитики какие-нибудь. Но рекомендаций пока не будет, потому что корабль я еще толком не обкатал. Погнали дальше. Новая пушка «Армат». Хорошие баллистические показатели. Лупит далеко. Кучно. Четыре выстрела делает. Урон хороший. Плюс какие-то еще криты есть. Но пока я ее тоже не раскусил. Не могу сказать, лучше она коалиция или хуже. Нужно тоже тестить. Далее идут две торпеды. Подводные лодки будут в шоке. Петя тоже пообзавидуется. И новая ракетно-пушечная ПВО «Панцирь». Которая стреляет не только по воздуху, но и по воде. По эффективности, конечно же, нужно еще все потестить. Но по-любому не хуже Каштанов выйдет. Но это еще не все. Есть еще и РБУ-хи две штуки. И вертолет. Просто полный комплект. И кораблик получается максимально универсальный. Держит в страхе и воду. Тоже посмотрим. Погнали в бой. Прокатимся. Выпала новая карта. Обязательно ее сейчас заценим. Ну, естественно, все боты. Потому что альфа, опять-таки, желающих не очень много поиграть. Окей. Есть вертолетик. Светить не знаю. Нужно ботов нет. Можно просто на карту посмотреть. Давайте на карту лучше посмотрим. Что мы имеем? Торнадо, который дамажит корабли. К нему лучше не подплывать. Здания, которые вроде как должны разрушаться. Давайте проверим. Кстати, пушка, смотрите, как стреляет. 14 тысяч критануло. Вот сейчас криты вылетели. Ну-ка, давайте по дальности что-то. А корабли очень рядом все расположены. Графони тоже весь переработали. Все стало очень красиво. Некоторых эффектов не хватает. Но я думаю, их все допилят тоже. Вот. Кучность хорошая. Урон 10к с выстрелом. Сколько коалиция дамажит? Я не знаю. Не помню точнее. О, пошли выстрелы всякие. Давайте попробуем авиацию полупить этими штуками ракетными. То есть все вообще отлично отлетает. Естественно, ракетки мы тратим, а боезапас 35 штук. То есть в принципе норм. Все самолеты закошмарили. Кстати, прикольно, да. Город не только по центру, но в округе везде. Надо похилиться пока говорим. Да, карта очень красивая получилась. Так, ну давайте дамажить. А то наши сейчас будут уже помирать потихонечку. Торпедки плывут. Можно подбивать. Подожди, подожди не туда. Эх, 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 эх. Не отбой, по-моему, не отбили, да. Ну окей, ладно. Это боты, можно сильно не напрягаться. Ракетки летят, давайте урон посмотрим. Тыц, тыц. Ну и неплохо, 30к с одного выстрела. Как с гранит стрельнул, короче. Замечательно. Ну-ка давайте рыбушка. Рыбушка тоже прикольно летит. Теперь смотрите. Как катапульт какая-то. Ну красиво, красиво. Так, надо влиться в кого-нибудь. Прямо посмотреть, сколько мы давайте будем разбирать вот этого парня. Петра Великого. Только в него стреляем. Урон смотрим. Погнали. Кидаем торпеды, ракеты, рбухи. Так, сейчас 101 урон нанесли. То есть один залпик. Конечно, все в молоку. Это же я. Ёпарасате. А где мы эти торпеды? Торпеды плывут. Отлично. Ну, естественно, с ботами неинтересно играть. Ну, хотя бы корабль посмотрим. То есть по 8к за выстрел. 8-10к. Там какие-то криты, не криты. Отлично. Корабль динамичный. То есть мы всех обошли. За спиной стоим. Урон наносим. Замечательно. Можно давайте вертолетик убьем. Я думаю, на нем буду делать квесты на самолеты. Потому что самолеты вообще прекрасно сбиваются. Ракету кинул, минус самолет. И торпеды тоже. Два слота торпеда. Это ужас. Если бы мне сказали, что выйдет эсминец с двумя слотами торпед, там месяц назад, я бы даже не поверил. Отлично. То есть спокойно боты отлетают на ура. Надо будет потестить по время затратам. На чем быстрее фармить. Допустим, какой-нибудь шторм. Кстати, третье здание уплыло. Замечательно, да. И определиться уже с фарм-машинкой. Ну, естественно, минус-то в чем. Он не премиальный. То есть, а бонусов к фарму нет. И всяко лучше будет на каком-нибудь петре фармить. На мой взгляд. По крайней мере, психологически. Ну, вот понагибать пвп, почему бы нет. Торпедки. Ну, карта очень пересеченная. То есть, можно и попрятаться. И поделать какие-нибудь генги. От препятствий. Здорово. Кстати, у нас двоих вынесли. Сейчас будет какой-то потный бой, да, наверное. Еще и ботам сольемся. Да не, нифига не сольемся. Это же боты, блин. Ё-моё. Ботам слиться нужно прям сильно стараться. Давай, показывай огонь. Кстати, стоят ультра на стройке. Все должно быть красиво, да? Ну, давай. Кстати, да, тоже вот, смотрите, индикатор попадания появился. Это уже задел на танке, если я не ошибаюсь. А зеленое, по-моему, критическое попадание. Желтое обычное. И серое непробитие. Как-то так. Ну, давай. Умирай. Ну, прикольно. Анимация эффектов совершенно вся другая. Торпедки. Да и пофиг, в принципе. Не на корову играем. Пацан штурмует этот торнадо. Чувак, тебя как там нормально? Все, нет? Давайте в дырку постреляем. Пушка хорошая и попали. Нифига себе. Клево. Через здание что-либо? А, в дом попали они в него. Окей, окей. Я понял. Агайо, смотрите. Здравствуйте. Ну, ракеты на подлете сбиваем. Замечательно. Эффективность ПВО есть. Окей. Они все в этот, в торнадо лезут. Давайте посмотрим. Нет, я сдохну, если туда залезу. Я знаю, какой урон. Урон хороший. По процентов 20 затик. Ой, блин, он прям на меня плывет. Летит. Ползет. Не знаю, как. Торпедочки давайте сделаем. Вот эти вот. А то сдохнем сейчас. Ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти замечательно. И ракеты все сбиваем. И торпеды сбиваем. Мы вообще неуязвимые. Алло. Что по урону давайте? Рикошеты идут, нет? Ну, вроде нет. Блин, я сейчас сдохну. Алло, 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 алло. Торпеды прекращайте. Еще и дома, блин, пошли. Стой. От домов-то урон идет. Я сейчас сдохну. Представляете жесть? Нет, мы не должны сдохнуть. Все будет хорошо. Торпеды душат, пипец. Агайо жесткий тип. Давай вперед. Все, сбили, убили. Отлично. Остался один парень, который меня сзади душит. Нет! Не убивай меня, мужик. Все будет хорошо, нет? Я боюсь за свою жизнь. Мне угрожает опасность. Он еще жердяй же, блин, этот Ренхэй. Ну, прикольно, прикольно. Урона видно, что не особо хватает. То есть, мы не Ямато, который ваншотит. Но мы универсально, это самое главное. То есть, можно вынести всех бомберов, которые к тебе подплывают. Кошмарить подводные лодки и надводные корабли. Все без проблем, да. Если действовать слаженно, то эсминец будет просто золотой. Ага. 986 тысяч урона и 221 тысяча денег. Замечательно. Давайте, второй бой. Нам очень сильно повезло. Выпал шторм. И можно без угрызения совести сразу же нырнуть вниз. И пострелять ракетками из-под воды. Почему бы и нет? Ракеты, кстати, очень жирные. Давайте я сейчас нажму на глаз, увидите, какие они здоровые. Это просто пипец. И трехступенчатый, между прочим. Смотрите. Полетела. Здоровенная, блин. Раз ступень отлетела. Вторая, и вот третья летит. Ну, сейчас нас, конечно, собьют. Окей. И теперь можно из-под воды прям душить без угрызения совести. Погнали. Ну, это же жесть вообще полная. Как против нее играть? Непонятно, да. Но единственный минус, естественно, боезапаса. Смотрите, 9 штучек осталось. Но урон идет. Хорошо. Больше нам и не надо. Сидишь под водой и дамажишь. Как только от тебя кто-нибудь уплыл, сразу же всплываешь и воздух набираешь в легкие. Геймплей, блин, для ленивых. Ну, естественно, 140 тысяч здоровья всего лишь. Так что не быкуем и держимся на расстоянии. Даже от какого-нибудь бота Велла Гульфа. Потому что может продамажить. А где урон-то, кстати? Мы же вроде раскидались. Надо залпом все кидать. Чтобы что-то долетало максимально. Давайте погнали. Залп, 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 залп. Попадем? Нет. С нами еще шторм. Алло, блин. О, минус все. Раскидались. Так, давайте что-нибудь пожирнее. Штормецкий. Так, я хочу... Мы, кстати, еще без засвета сидим. 4 километра сейчас засветит, сволочь. Давайте так постреляем. Все, засветил. Да и пофиг. Так, у шторма хорошее ПВО. Так что нужно делать? Все, еще плотнее. Чтобы хоть что-то долетало. Но здоровья не очень много. Смотрите, болванки падают. Ступени отделяются. Ну, 2 долетело, 3 долетело. Да и хорошо. Обычные ракеты не долетают. Но он занят просто авиацией. Давайте еще разок. Ну, торпедки-то можно сразу кидать. И все, и до свидания. Бомбер летит. Нужно сюда на одну по-любому ставить 500-ку. Чтобы по самолетам стрелять. А то ПВО-хто нет, а так и есть. Короче, прикольно. Игра преображается. Новые решения появляются. Либо давайте так сделаем. Идея появилась. Плывем в упор под шторм. И стреляем прям в это прямой наводкой. Под днище. Почему бы нет? Надо попробовать. Давайте разряжаемся. Воздуха-то нам хватит? Хватит. Дофига еще. Пополнились максимум. Ну и долетает. Смотрите, все долетает. Ну, почти все. А, бомбометчик стреляет. Да пофиг. Это лидер, кстати. Ёпросоте. Имба. Сейчас будет по две торпеды нас душить. Ну что, давайте его тогда попинаем. О, две торпеды пошли. Ну блин, он нас задушить может. Нас здоровья-то нету. Ну-ка, быстро давай лидера убиваем. Получай. Болванки на дно падают. Прикольно. Но он вообще вылетает быстро. Прям как будто и не было никого против нас. Чувачок, я только начал. Сейчас я подплыву поближе. Давай вперед. Непрокаченные. Откатывайтесь быстрее. И что, куда улетело? А, наверное, в ловушке улетело. Я понял. Не рассчитал, да. Под водой-то не видно? Ну окей. Ёп. А это почему в меня летит раз... Нет, не в меня, окей. Я испугался уже. Ещё разок давай. Ну он сдохнет сейчас по-любому. Ловушек больше нет. Точнее были, но ещё не откатились по-любому. Минус, 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 минус. Давай, давай, доедай. Даже, блин, против ботов интересно. Я тысячу раз это говорил. Ах ты, сбрил. А чё так? Ну, блин. Проблемы такие же, как у советов. Кстати, смотрите, у меня боеприпасы закончились, но это не страшно. Почему? Потому что я в вышку всё, походу, попадаю. Окей, я понял, в чём минус. Стреление под водой. Не видно, в кого стреляешь. А у нас есть два расходника. Мы можем пополнить боеприпасы. Лидер, да давай дохни, ты уже запарил. Это уже не смешно. Куда я плыву, вообще не вижу. У меня сейчас воздух закончится. Давай, умирай. Умирай быстрей. Так, у меня одна торпеда осталась. Надо сейчас пополнить боезапас. По фастику. А пополняется за новую расходку. Пополняются все отсутствующие слоты, так что надо потратить все. Ну, или хотя бы большинство. Сейчас я нажму, прибавится там по две штучки или по сколько. Нифига не прибавится, блин. Жесть. Я ещё раз хочу. Ну, как вы поняли, со здоровьем беда. Даже боты душат этот чудесный кораблик. Ну, и ладненько, мы любим трудности, так что повторим и попробуем выиграть. Или хотя бы под дни сейчас стрелять ракеты и посмотреть, как это выглядит. Ещё один парень плывёт. Ну, и с чего за это спрячемся? И да, кстати, теперь над водой видно торпеды. То есть, вон, видали, там с полохи воды ползут. Намного страшнее теперь будет играть против подводных лодок. Ага. Давай ещё, мужик. Разок. Ты, главное, ловушки не юзай. Кстати, с нами опять шторм. Плохо. Или, может, хорошо? Сейчас попробуем его убить. Вон там ползёт по-любому. Так, минус, чувак. Окей. Только почему-то не нам дали. Ну, ладно. А, Тайпик кинул в нас торпедой, что ли, или что? Да и пофиг, в принципе. Ой-ой-ой-ой. Господин прям на нас заходит. Смотрите. Здравствуйте. Мужики, ныряй быстрей. Мужик, ныряй быстрей. Быстрее ныряй, блин. Сейчас больно будет. Уже всё. Ракета пошла. Ай, пофиг нам. Мимо ушла. Замечательно. Геймплей, блин. На максималках, по-моему, даже вода стала красивее, нет? Давай, ползи быстрее, сигарета. Я хочу шторму под днища накидать и будем уже заканчивать. Потому что надо домой бежать, блин, алло. Меня сейчас выгонять охранники будут. Так охота в него пострелять. Надо С-500-ку обязательно поставить, поугарать. Потом, потом, конечно же, да. Окей. Мы почти до цели дошли. Как это будет выглядеть? Так, назад ползём. Всё. Погнали. Раз. Два. Три. Так это вообще имба, блин. Плывёшь под корабль и накидываешь через ПВО. То есть шторм ни одной не захватил. Это жесть. Это чисто на броне ползёшь. Если у противников нет торпед, то уничтожаешь. Захватить не могу цель. Слишком высоко. Давай ещё разок. Ну, блин, душит сильно. Давай. Два. Три. Четыре. Как это со стороны выглядит? Ну, короче, и убиваешь. Замечательно. Ну, в принципе, всё протестили. Осталось потратить боеприпасы. Ну, в принципе, я думаю, вы догадаетесь, что будет. Ты нажимаешь, дают там 20%, по-моему, полного запаса. И всё, да. Все пустые слоты. Даже самолётики, если не ошибаюсь. Ну, естественно, крайности вот эти вот все ракеты, которые вылетают из воды, не нужно делать. Нужно, естественно, комбинировать. То есть поставить то, сё, чтобы и боезапас хватало, и чтобы универсальность была, и урон хороший. И по самолётам стрелять. Короче, нужен обязательно билд какой-то. Канон, это всё, конечно, баловство. Ну, вот, опять догнали мы его. С какой скоростью он плывёт, интересно? И прям под днища закидываем. Под ватерлинию. Ну-ка, давай. Сейчас следующую кинем, как надо. Замечательно, блин. Веселуха. Опять этот потеряли наводку. Ну, ты чё, пацан, ты же рядышком. Ты чё, его не чувствуешь, что ли? Во, погнали. Ну, короче, побаловаться можно. Как в рандоме будет, когда тебе утюжат все торпедами. Чёрт его знает. Ну, тоже, наверное, весело. Остался один авианосец. Итак, почти мы его убили, боезапасы опять закончились. Если нажимаем на расходку, появляется вот так вот. И сразу же идёт кд, чуть-чуть подождал и продолжаешь лупать. В принципе, нововведение полезное. Замечательно. Ну что, ребят, посмотрели мы обнову. Мне понравилось всё. И корабли новые классные, и модули крутые, и цены не кусаются, и визуал сочный. Игра в целом стала ещё лучше, чем была. Здорово. Надеюсь, и вам всё понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока.